Божьи слова на каждый день Все те, кто хочет стать совершенным и верен Богу, все те, кто проявляет Ему послушание и все те, кто верно выполняет свою функцию, все эти люди могут стать совершенными. Сегодня все те, кто не верен в исполнение своего долга, все те, кто не верен Богу, все те, кто не подчиняется Богу, особенно те, кто получил просвещение и озарение Святого Духа, но не притворяет это в свою жизнь, все подобные люди не могут стать совершенными. Все те, кто желает быть верными и послушными Богу, могут стать совершенными, даже если они несколько невежественны. Все те, кто готов стремиться к этому, может стать совершенным. Нет нужды беспокоиться об этом. Если только ты готов следовать в этом направлении, ты можешь стать совершенным. Я не готов отвергнуть или отсеять кого-либо из таких людей среди вас. Но если человек не стремится преуспевать, то ты лишь разрушаешь себя. Это не я тебя отсеиваю, а ты сам. Если ты сам недостаточно стремишься к этому, если ты ленив, не исполняешь свой долг, проявляешь неверность или не ищешь истины, а всегда поступаешь так, как тебе захочется, тратя деньги и вступая в сексуальные связи, то ты сам себя подвергаешь осуждению и не заслуживаешь ничьей жалости. Моя цель в том, чтобы вы все стали совершенными и по самой меньшей мере были завоеваны, чтобы этот этап работы успешно завершился. Божье желание в том, чтобы каждый человек стал совершенен, был полностью им приобретен, полностью им очищен, стал тем, кого он любит. Неважно, называю ли я вас отсталыми или людьми низкого уровня, и то, и другое – это факт. Когда я так говорю, это не значит, что я хочу покинуть тебя, что я утратил веру в вас, и тем более не значит, что я не хочу вас спасти. Сегодня я пришел, чтобы совершить труд вашего спасения. Иными словами, работа, которую я выполняю – продолжение труда спасения. У каждого человека есть шанс стать совершенным, при условии, что ты готов, при условии, что ты к этому стремишься. В конце концов, ты сможешь достигнуть результата, и никто из вас не будет оставлен. Если ты человек низкого уровня, мои требования к тебе будут соответствовать твоему низкому уровню. И если ты человек высокого уровня, мои требования к тебе будут соответствовать твоему высокому уровню. Если ты невежествен и необразован, мои требования к тебе будут соответствовать твоему невежеству. Если ты образован, мои требования к тебе будут соответствовать твоему уровню образования. Если ты пожилой человек, мои требования к тебе будут соответствовать твоему возрасту. Если ты способен на гостеприимство, мои требования к тебе будут соответствовать этому. Если ты говоришь, что не способен к гостеприимству и можешь выполнять лишь определенную функцию, будь то распространение Евангелия или забота о Церкви или посещение других общих мероприятий, я буду совершенствовать тебя в соответствии с той функцией, которую ты исполняешь. Быть верным, проявлять послушание до самого конца и достичь высшей любви к Богу – вот что ты должен исполнить. И не существует лучших практик, чем эти три вещи. В конечном итоге от человека требуется достигнуть этих трех целей. И если он может их достигнуть, он станет совершенным. Но превыше всего ты должен стремиться по-настоящему, должен активно и неуклонно добиваться этого и не занимать пассивной позиции. Я сказал, что у каждого человека есть шанс на совершенство, и каждый способен к совершенству. И это действительно так. Но если ты не проявляешь упорства в своих поисках, если ты не достигнешь вышеперечисленных трех критериев, то в конце концов тебя ждет отсеивание. Я хочу, чтобы каждый воспользовался своим шансом. Хочу, чтобы в каждом совершилась работа и просвещение Святого Духа. И чтобы каждый смог быть послушным до самого конца, поскольку это тот долг, который должен исполнить каждый из вас. Когда вы все исполните свой долг, вы все станете совершенны, а также обретете громкое свидетельство. Все те, у кого есть свидетельство, это те, кто одержал победу над сатаной и обрел Божье обетование. И это те, кто останется жить в прекрасном месте назначения. Субтитры создавал DimaTorzok